Почти 800 миллионов тенге на благоустройство и свыше 7,5 миллиардов на образование. На городском общественном совете рассмотрели итоги исполнения бюджета Петропавловска за 2016 год и выполнения госзаказов в сфере информационной политики. Репортаж Кристины Горбаченко. Газеты и телевидение. Почти 33 миллиона тенге в прошлом году в городском окемате потратили на размещение государственного заказа в средствах массовой информации. Это материалы о госуслугах, молодежной политике, разъяснения, послания лидера нации, госпрограмм, информация о праздниках и отчетных встречах городоначальника. В 2016 году также были две газеты, это проспект СК и Козелжар-Нуры, и два региональных канала. В среднем у нас объем финансирования в месяц на газеты составляет 2,7 миллиона, по полтора, по миллион двести выходит в зависимости от наших заявок. И на телевидении в месяц 2 миллиона. Члены общественного совета рекомендовали руководителю отдела внутренней политики больше размещать материалов о производствах и трудовых коллективах. Также они интересовались, как налажена информационная работа в интернете, ведь сегодня все меньше людей читают газеты. У нас есть сайт Акимата города, где у нас администраторами и полномочным органом является пресс-секретарь, они полностью финансируют этот сайт, его популяризируют. В своей части мы в социальных сетях параллельно всю информацию, если на достаточно кратком объеме, либо сокращаем сами, размещаем во всех социальных сетях, чтобы информация не прошла мимо. Отдельного финансирования на такие виды средств массовой информации не предусмотрено. Далее обсудили исполнение бюджета 2016-го. В городскую казну в прошлом году поступил 31 миллиард 524 миллиона тенге. Почти 30% от общего объема средств направили на содержание и развитие объектов в социальной сфере. 795 миллионов затратили на благоустройство и озеленение областного центра. Из них 300 миллионов ушло на строительство комплекса «Козылжар» по улице Конституции Казахстана. Там же на 36 миллионов заменили брусчатку. Оставшиеся средства направили на сквер матери и ребенка, детские площадки во дворах, спил аварийных деревьев и содержание памятников и фонтанов. На отрасль строительства финансирование направлено в сумме 7 миллиардов тенге. Неосвоение здесь имеется на сумму 189. Данные средства разрешены до использования в текущем году. В целом, характеризуя сферу строительства, за прошлый год введено в эксплуатацию 7 многоквартирных жилых домов. Вопрос об успеваемости и качестве знаний в школах с государственным языком обучения перенесли на следующее заседание общественного совета. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК.